В первую очередь принимаем участие главный фейнер Олег Кононов и полузащитник команды Маурисио Перейера. Олег Георгиевич, наверное, попросим для начала вас такое коротенькое превью, что ли, к матчу, ваше видение игры. Здравствуйте. Ну, нас ждет, конечно же, в первую очередь, очень интересный матч с очень сильным соперником, стабильно играющим, как и в Лиге Чемпионов, как и в Лиге Европы. Большая история клуба. Если вспомнить прошлый матч, мы достойно провели его. Концовки только проиграли. Да, тогда полное преимущество, по сути, было у Боруси и Дортмунд. Но мы хорошо защищались, проводили атаки острые. Но в концовке нам не хватило сил. И, я думаю, в первую очередь из-за этого на последних секундах мы проиграли турнику. Сейчас время другое. Сейчас, я думаю, что мы готовы дать бой Боруси и Дортмунд. Тем более, конечно, от этой игры очень многое зависит. В турнирной таблице, на каком месте мы будем. Пожалуйста, задаем вопросы. Вопросы задаем в микрофон, который вам будет предложен. И представляете. Вопросы задаем в микрофон. И, конечно, в микрофон. В микрофон. В микрофон. И, конечно, в микрофон. очень стимулирует показать конечно нужно то что та прошлая игра которую мы проиграли конечно же не говорит о нашей слабости говорит о том что это футбол все может быть вспомнить игру с партаком за две минуты мы пропустили два гола да мы не так хорошо играли в обороне мы это признаем но я думаю мы сделаем выводы и этот матч особенно как я сказал лига европы особенность тем что конечно же игроки в первую очередь настраивается показать себя при полностью конечно не проиграть баруси это тоже определенное достижение но мы хотим больше мы настраиваемся только на то чтобы принести для себя и для клуба конечно же три очка пожалуйста еще вопросы конечно принципиально какое-то место занимаешь потому что береговка будет другой с первого места это выгоднее выходить дальше я думаю что Боруссия будет получать результаты это большая команда в Европе и мы должны давать играть в игре в игре в игре Думаю, Россия приедет прежде всего за результаты, но мы хозяева этого матча и должны играть как хозяева матча. Также мы знаем, что если победим, то выйдем из группы. Думаю, что нам нужно начинать атаковать, прессинговать с первых минут и держать этот тренинг до конца. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Пут Михайлов Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Как обладать мячом, так и соответственно, что касается... Второй вопрос, даже к тому, что Баруси обеспечивает эту группу. Облегчит ли это? Ну, я не знаю, облегчит или нет. Все покажет игра и какой состав в Баруси. Пожалуйста, еще вопрос. Что вы думаете? Что вы думаете? Что вы думаете? Что вы думаете? Я думаю, что это очень трудно сказать, но, конечно, это идеально. Мы знаем, что мы с большим команде, и мы будем делать это лучше. Но я не могу сказать, что результаты сейчас. Я не могу сказать, что результаты сейчас. Я могу сказать, что наша победа – это наша победа реальная. Мы играем в эти очень хорошие команды. Могу только сказать, что, если я буду на полном, там будет очень большое желание победить. Я не думаю, что у Баруси есть какой-то второй состав. Это в первую очередь. Может быть, каким-то футболистам дадут отдохнуть. Двум, трем. И то, я думаю, что они будут на скамейке запасны. То, что мы видим, как Баруси играет в чемпионате, конечно, как играет в Лиге Европы, ее стиль игры. Конечно, в любом случае команда очень интересно проводит игры. Мы постараемся не отстать от них в этой зрелищности. – Желательно, что Баруна у нас будет завтра нашла, и уже неделю не проверяем с лишним вечером и так далее. Насколько вообще ажиотаж сейчас касается команды, готовить его до нее и вставить в этом году? – Конечно, ребята знают, что будет полностью. что даже билетов уже нет на матч, это подогревает и настраивает игроков. Любому футболисту очень-очень приятно, комфортно играть, когда полностью стимул. Он очень большой, а тем более, когда играешь на своем стиле. Дмитрий Григорьевич, есть лазлеты. Второй вопрос. У Арии, у него началась сейчас такая отличная история. И сразу же решили разговаривать, что он не знает, что станет ли у него, но на сценарий или нет, и как вы скажете, сейчас на его тренировке у нас есть? Ну, у нас все здоровы, все готовятся к игре. Более того, надо определять 18 игроков, у нас больше. И, конечно, здесь мне надо очень серьезно подумать, кто войдет в эти 18 игроков. Что касается Арии, да, он проводит сейчас достаточно хороший период. Играет и результативно, и с удовольствием. Вот, поэтому, конечно, нас это, безусловно, радует. Главное, чтобы он продолжил в том же духе все вот эти игры, которые у нас останутся. Ну и, конечно же, в завтрашней игре. По поводу его дальнейшей судьбы я не могу ничего говорить, потому что не вхожу в эти вопросы. Для меня самая главная игра, которая находится на поле и, конечно же, в команде. А все его действия вне футбольного поля – это его проблемы. Поэтому стараюсь не привлекать глубоко. Играет, по мнению Астана. По некоторым мнениям, да, был виноват в предыдущем крючатке. Где мнение взял Инаки? Какие противоречивые чувства встали? Что одно раз когда существует, преподавая свои проблемы через государь, если да, то на сколько она вас тревожит? Я не думаю, что оно существует. Так как Андрей провел до этого достаточно много очень хороших матчей. И вообще, если дать позицию вратаря в мировом футболе, то, конечно же, делают ошибки все. И самое титулованное – голкипер. Мы не застрахованы. Каждый из нас от ошибок. Главное – их не повторять, делать выводы и работать. Конечно, верить себе. Добрый день, дорогие горы, стимулированные горы, 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 и все, что с их языков могут мне помочь команде. Ну, это причина, так далее. И если продолжить, то вопрос, если всем может помочь, то, как того в вашем отношении развивание на авторизации иностранных, то есть, если не горит. Спасибо. Есть какая-то проблема сейчас команды? Спасибо. Начнем с первого вопроса. Запомните. Один вопрос. Так, первый. Напоминайте. Жаазинь. 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 Находится в хорошей форме, да, функциональной. Что касается игровой, конечно, многое пропустил. Много времени. И он подходит, вот, именно, что касается игры, уже, ну, достаточно хорошо. То, что мы смотрим на тренировках, когда он играл, когда выходил на замену. Вот. Поэтому, конечно, я рассчитываю на Жаазинь. Игра покажет. Ну, это повсеместная практика в мире. Поэтому я отношусь к этому нормально. Главное, чтобы сам, игрок, человек, хотел жить в стране. Ту, которую для себя выпил. Ну, и, конечно же, степень его полезности в клубе. Это также должно определять его, конечно же, место, где он должен быть. Я имею в виду то, что, если футболист решил для себя, что он будет гражданином, предположим, России, то, конечно же, он должен определиться и не жалеть об этом, а, наоборот, стремиться попасть в спорную и очень серьезно играть в клуб. Вот. У нас Жаазиня имеет вид на жительство. Дальше посмотрим. Пожалуйста, еще вопросы. Если можно, по завтрашней игре задавайте. Все? Нету? Тогда остается только поблагодарить вас. Спасибо.